Павла Дурова задержали во Франции, что известно к этому часу и в чем его обвиняют. Ночью 24 августа французские СМИ сообщили, что основателя телеграмм Павла Дурова задержали во Франции. Инцидент произошел в аэропорту Лебурже, который находится в 12 километрах к северо-востоку от Парижа. Известно, что Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана, а на борту частного самолета с бизнесменом находились телохранитель и девушка. Задержание вызвало резонанс в мире. Пользователи интернета стали выражать солидарность с Павлом Дуровым, а в сети появился хэштег FreePavell. Об инциденте также высказались политики, бизнесмены, общественные деятели. Все, что известно о задержании Павла Дурова во Франции, в обзоре Билта. При каких обстоятельствах Павел Дуров был задержан во французском аэропорту? Первыми о задержании бизнесмена сообщили французские СМИ. По их информации, основателя Телеграм задержали в аэропорту Лебурже 24 августа около 20.00 по местному времени. По информации местной прессы, Павел Дуров, который в ноябре 2011 года получил французское гражданство, оказался в розыске на территории Франции. Известно, что бизнесмен прилетел во французский аэропорт из Азербайджана на частном самолете. На борту с ним находились его телохранитель и девушка. Появление Павла Дурова во Франции, отмечают СМИ, является загадкой. С момента выдачи ордера на обыск бизнесмен на регулярной основе не бывал во Франции и других европейских государствах. В чем французские власти обвиняют основателя Телеграм? По данным французских источников, задержанного Павла Дурова считаются участникам незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. Это связано с недостаточной модерацией в мессенджеры Телеграм и возможностью пересылать там криптовалюту. Кроме того, речь идет об отказе сотрудничать с силовыми структурами. Павлу Дурову, который предстанет перед судом как французский гражданин, грозит до 20 лет лишения свободы. Как отреагировали в России на задержание Павла Дурова? Решение Парижа задержать Павла Дурова поднимает вопрос, потребуют ли международные структуры его освобождения или проглотят языки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Репортеры без границ, Комитет по защите журналистов и другие осудили решение заблокировать мессенджер в России. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки, написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России в своем телеграм-канале. Российское посольство во Франции незамедлительно запросило у французских властей разъяснение о причинах задержания Павла Дурова. Кроме того, в депредставительстве потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. На данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия по этому вопросу. Сотрудники посольства находятся в контакте с адвокатом задержанного бизнесмена. Что о задержании бизнесмена говорят на Западе? На задержание Павла Дурова отреагировал американский бизнесмен Илон Маск. Он поддержал пользователей сети, которые призывают освободить задержанного во Франции основателя Телеграм. На своей странице в социальной сети Икс Илон Маск опубликовал хэштег FreePavell. Американский журналист Такер Карлсон в соцсети Икс выразил мнение, что Павел Дуров был задержан цензурировать правду по приказу властей и спецслужб. Журналист добавил, что тьма быстро опускается на некогда свободный мир. Комментируя публикацию Такера Карлсона, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин написала, что свобода слова подвергается нападкам по всему миру. Она добавила, что необходимо храбро урегулировать разногласия в публичном пространстве.